Украина Украины тех вооруженных сил, которые у нее были на начало конфликта Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует И все больше и больше она использует систему вооружений, которые ей поставляют страны Запада В апреле уже уничтожен был там и флот, и авиация, и много чего другого А остатки были добиты тогда Все, что туда пришло, все деньги, которые пришли, все боеприпасы Тем более сейчас зимнее вооружение и так далее, и так далее Все это абсолютно натовское И пора уже нам вообще прекратить, может быть даже в наших и телевизионных программах И везде употреблять термин ВСУ как таковой А просто говорить о том, что натовские силы на территории Украины Сегодня там отступили туда-то, или пришли туда-то, или сделали что-то, то-то, то-то Я считаю, что даже само понятие Украина не должно существовать в будущем И понятие «украинец» не должно существовать в будущем Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры Для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности Российской Федерации Вот видите, пятиэтажки, тоже Тошковка Вот в этом, в этой развалине живет до сих пор одна семья Ну, это страшно Электричества нет, средств к существованию нет Вот люди здесь говорят, вы нас освободили, некто, я слышал тоже такое От чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат? От нашей жизни? Нельзя вести так военную кампанию Будете получать в качестве освобожденной территории, так называемой, выжженную землю Начали мы, конечно, свое движение с Донецка В Донецке, конечно, там есть следы прилетов Но, поверьте, там есть, так сказать, это те разрушения, которые мы видели в Донецке Ну, они очень незначительные по сравнению с тем, что мы увидим дальше Вот эта вот часть Тошковки, которая состоит из многоэтажных жилых домов Ну, наверное, так же выглядит Мариуполь Попасная, которая подвергла страшному разрушению И Грозный 95-го и 2000-го годов Вот та же, тоже, та же картина Запустение вот этого страшного, страшного вот этого колестица Джиггернаута Прошедшейся по вот этим жилищам, по лесским судьбам Удивительно, но вот в одном из этих домов в Тошковке Вот в этом полуруине, оказывается, живет семья Эдуард, не стал называть фамилию, шахтера бывшего Шахта тут же, разрушенная за домами И его семьи в доме готовым рухнуть буквально в любой момент Без электричества, газа, воды, без канализации Он продолжает выживать Российские вооруженные силы не бомбят города И об этом всем хорошо известно Вот здесь была подконтрольная Киеву территория Вот год спустя, вот ехали мы сюда Что здесь происходит за этот год После того, как освободили от бандеровщика Вот здесь, в Тошковке Было 4 тысячи жителей Сейчас 170 Из них 60 вообще не имеют никаких средств существования Ну потому что они либо, так сказать, работы нет Потому что здесь единственную шахту разбили Сколько бы видео, нарезок и фото, фейков не было сейчас вброшено Правда все равно пробьется Наши наступая применяли солнцепеки, соответственно Жгли очень, то есть сжигалось очень много Семь домов осталось, только не пострадало Во всей деревне Стволы изношены, есть разброс снарядов Попадали по домам Посмотрите, что с ними случилось Дома, а в домах были люди Они там прятались, мы уходили А кто-то, может быть, оставался Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ну как, никак Ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот, и по явно гуманитарным объектам Это удивительно Смысла нет никакого Какой смысл? Военного смысла нет никакого Нулевых Зачастую больше боятся не украинскую артиллерию, а свою Потому что она бьет, куда попало, только не по адресу Что же было после? Пришли наши, нет, это не мой РФ, это все-таки народные корпуса Черт, началось, втащили всю бытовую технику И даже сейчас, вот, собственно говоря, жители жалуются И сейчас стараются Дома, чтобы дома кто-то оставался В этих остатках домов Иначе всего лишишься И, конечно, это обязывает Россию К тому, чтобы применять более решительные меры Для обеспечения безопасности Тех же людей на Донбассе И безопасности Российской Федерации В Мариуполе оккупанты уничтожили памятник погибшим героям Украины Идиоты лишили себя права на истерику по поводу сноса совковых мемориалов Балтии, Чехии, Берлине и других местах А снесут все во всем мире После этого мариупольского хамства Все вопли о памятниках с российских трибун превращаются в простое фиглярство Око за око Штаты разжигают ненависть к России Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений Тем временем Министерство убийств и разрушений России Разродилось очередной бредятиной по поводу того, что украинцы совместно с американцами придумали ковид-19 Ну и не только его Украина принимала участие в проектах ЮПИ-9 и 10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы Напомню, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку ОСП и обезьян чрезвычайной ситуации международного значения Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию Возбудитель инфекционных болезней, попадающая в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получает пандемическое распространение Только не спрашивайте, как организация, возглавляемая Оленеводом, проследила тенденцию от чумы свиней к ОСП и обезьян Все это временно Это, собственно, принцип, который еще Гитлер когда-то описал в книжке «Майн кампф» под названием «Большая ложь» Что ложь должна быть настолько огромной, что человек не может поверить, что все это выдумано на пустом месте И если много официальных людей дружно в один голос рассказывают про биолаборатории комаров-убийц, сраженных голубей Там было много раз такого главной истории, то слушающие это начинают думать, что, ну, может, конечно, это какое-то преувеличение Может быть, непосредственно комаров и голубей не было, но все-таки какие-то биологические опыты явно проводились Не может же все это быть совсем выдумано Ну, значит, нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем, что полная чушь и ложь Субтитры создавал DimaTorzok